Я хочу поговорить сегодня об исторической памяти как поле идеологической битвы в России. После распада Советского Союза, через некоторое время, в России начали проводить соцопросы об отношении граждан к истории. Их было довольно много, и количество их с годами только увеличилось. За прошедшие три года, за последние три года, вы видите, были проведены крупные всероссийские опросы. Проводились практически ежегодно, и от пяти до десяти раз в год проводятся опросы по каким-то конкретным историческим событиям. Об отношении граждан к той или иной исторической дате, к тому или иному историческому персонажу. Или опросы об истории по различным городам конкретно. Проводятся опросы в этом городе или в том городе об истории вообще, или о конкретных исторических датах. Не только опросы проводились. В 2008 году, например, на государственном телевидении России состоялся огромный проект под названием «Имя России». Когда все граждане России могли голосовать и выбирать исторического персонажа, который, по их мнению, в их глазах мог бы олицетворять Россию. С этим проектом была очень интересная история. Там в течение очень коротких промежутков времени происходили очень резкие смены приоритетов. Например, через месяц после начала этого голосования тройка лидеров выглядела таким образом. Номер первый – Иосиф Сталин. Номер второй – Владимир Высоцкий. Кто такой Сталин, я думаю, знают все, а вот кто такой Высоцкий, подозреваю, что может быть не все. Владимир Высоцкий – это такой поэт и бард, то есть человек, который писал и исполнял песни. Он был очень удивительно харизматичной фигурой, он был актер театра на Таганке, такого культового российского театра. И еще больше был известен своими песнями. Так вот, номер один – Сталин, номер два – Высоцкий, номер три – Ленин. Так выглядело в 2008 году, через месяц после начала голосования, тройка исторических, Высоцкий к тому времени уже умер, тройка исторических персонажей, которые претендовали на олицетворение России в глазах ее граждан. Очевидно, тут можно только предполагать, такой триумвират, такой состав испугал организаторов этого проекта. Потому что ровно через две недели картина радикально поменялась. Высоцкий пропал совсем, Сталин ушел на третье место, первое место занял Ленин. Еще через месяц первое место занял Александр Невский. Александр Невский – это известный исторический персонаж, это русский князь и полководец, который победил в 1242 году на Чудском озере, выиграл битву с Ливонским орденом. В общем, когда проект завершился, в десятку входил тогда и Столыпин, и Петр Первый, и много разных персонажей, но первое место вдруг неожиданно оказалось за Александром Невским. На этом проект завершился, Александр Невский победил, Сталин был, по-моему, на пятом или шестом месте, Высоцкого в этом наборе уже не было вовсе. Короче, существует предположение, что символов России назначили организаторы проекта, а народное голосование каким-то образом им манипулировали. Так вот, почему, собственно, так часто происходят опросы населения о том, что население думает об истории и кто для населения важен, кто для народа России важен из истории. В Советском Союзе существовал исторический канон. Был единственный учебник истории, по которому учились все. Было довольно мало источников информации. Ну, то есть историки, которые работали в архиве, могли иметь какой-то свой, отличный от канонического взгляд на историю, но в целом все граждане России понимали, как устроена история России одинаково. Во второй половине 80-х годов случилась, как вы знаете, перестройка. И канон начал стремительно разрушаться. Почему? Потому что открылись архивы, потому что открылся доступ к информации, которая раньше в России была закрыта. И люди стали переосмысливать историю, люди стали больше узнавать о том, что происходило. Немного это напоминало ситуацию в 60-е годы в России, когда после развенчания культа личности Сталина начался период так называемой оттепели, и многие люди тоже узнали, что все происходило не так, как они думали. Но это было не в таких больших масштабах, и касалось только конкретного персонажа и конкретного периода в истории. После перестройки же информации стало гораздо больше, и она стала касаться истории в целом. Понятно, что людей в большей степени интересовало то, что им ближе. Их меньше интересовало ситуация с какими-нибудь российскими князьями, а больше интересовало то, что непосредственно касалось их и истории их семьи, и то, что было у них на памяти. А именно в сталинское время и репрессированные, потому что, как известно, в сталинское время Россия грубо делилась на два класса. На тех, кто сидел, и на тех, кто охранял сидевших. То есть на тех, кто был репрессирован, и на тех, кто писал доносы. Понятно, что это было нечеткое деление. В некоторых семьях эти характеристики совпадали. То есть кто-то мог и писать доносы, и немедленно после этого садиться и быть расстрелянным по доносу следующего человека. Великая Отечественная война. Вторая мировая война. Которое самое главное историческое событие для россиян. Много информации открылось и об этом. И тоже стало переосмысливаться то, как люди себе представляли Великую Отечественную войну. Распался СССР. Бывшие республики Советского Союза стали отдельными странами. Естественным образом их история этого периода и история России этого периода стали резко отличаться друг от друга. То, что в России всегда называлось освобождением стран в Великую Отечественную войну, в этих странах стало трактоваться, интерпретироваться, как советская оккупация стран в Великую Отечественную войну. Расхождение углубились. То есть расхождение шли по двум линиям. По линии конкретного восприятия отдельных людей и по линии восприятия истории странами, которые стали независимы от Советского Союза, который распался, и история стала переосмысливаться у них тоже. Понятно, что разрушение истории воспринималось массовым сознанием очень болезненно. Казался незыблемым такой массив общих знаний, и все люди знали, как устроена была жизнь, что происходило раньше. И вдруг оказалось, что нет, не знают, нет, не все, нет, не так. Это очень тяжелая психологическая травма для многих и многих людей. И вот началось создание разных историй. Казалось бы, история. Какое может быть неоднозначное прочтение? Есть факты, из фактов состоит история. Но что такое факт? Факт, вообще говоря, это вещь, очень сильно зависящая от интерпретации, от оценки. Известно, что происходило некоторое событие. То, какое это было событие, и то, как оно происходило, это уже интерпретация. То есть одно и то же событие, в зависимости от того, как его интерпретирует исследователь, историк, становится источником разных фактов. Например, Великая Октябрьская революция, 1917 год. Что это такое? Событие есть, оно произошло. Что это было? И есть историки и люди, которые считают, что это было замечательное, прогрессивное событие, после которого освободились эксплуатируемые массы трудящихся, пошел прогресс, свободное развитие и пример для всего мира. Есть историки и люди, которые говорят, что это был большевистский переворот, который прервал равномерное развитие России, который загубил огромное количество интеллигенции и разрушил огромное количество институтов. И все это было осуществлено большевиками-заговорщиками. То есть событие одно, фактов как минимум два. Понятно, что на самом деле больше, потому что в деталях возможны различные интерпретации, различных входящих в это событие, более мелких событий. Кронштадтское восстание, 21-й год. Про революцию знают все, про Кронштадтское восстание, опять же, подозреваю, что не все. В 21-м году, через немного лет, легко посчитать, после революции, в Петербурге стали, в Петрограде, стали бастовать рабочие на заводах, требуя больше свободы слова, требуя разрешения свободы слова политических партий, требуя много разных вещей. В Кронштадте, Кронштадт это город на острове на Балтийском море, где базировался Балтийский флот. В Кронштадте на двух крупных кораблях моряки вместе с офицерами потребовали, устроили тоже забастовку, и потребовали от правительства России встречи с правительством. Они требовали экономических свобод, свободу рыночной торговли, они требовали свободу политических партий. Восстание было жестоко подавлено. Никакой встречи с правительством не было. Восстание было названо кронштадтским мятежом, и мятеж вооруженными силами был очень жестоко подавлен. люди были расстреляны, посажены и так далее. Так вот, что это было? Восстание народа или это был мятеж? Событие, известно какое. Что это было? И так происходит практически со всеми событиями. Существуют разные интерпретации того, что происходит. И понятно, что эта интерпретация этих событий очень сильно зависит от мировоззрения того, кто интерпретирует. От взглядов, идеологических предпочтений интерпретатора. Кто интерпретирует, тот и записывает это событие в разряд таких фактов или эдаких фактов. Так при чем же здесь соцопросы? Почему надо все время интересоваться, что думают граждане по поводу истории? Писатель Джордж Оруэлл в своем романе «1984», который студенты, с которыми я занимаюсь, уже неоднократно, о котором от меня слышали и от некоторых лекторов здесь тоже, в своем романе написал замечательный фраз. Кто управляет... Поэтому по этой фразе действовали главные персонажи романа. Кто управляет прошлым, тот управляет будущим. Кто управляет настоящим, тот управляет прошлым. Понятно, что интерпретация истории – очень важный элемент идеологического управления сознанием народа. От этого зависит очень многое. От этого зависит, в каком контексте действия настоящего, сегодняшнего правительства будут восприниматься народы. И регулярные замеры, соцопросы, помогают ориентироваться в том, насколько эта манипуляция прошлого, насколько это управление прошлым проходит правильно или неправильно. Где оно нуждается в корректировке, а где оно не нуждается в корректировке. В 2009 году, как я уже говорила, особое значение для России и для россиян имеет Великая Отечественная война, Вторая мировая война. Появлялось много фактов, трактующих различные события, произошедшие во время войны по-разному. И разных значимых персонажей, военачальников, идеологов войны, тоже представляющих в разном свете. Это очень насторожило и встревожило руководящие органы. Поэтому в 2009 году, по предложению президента, тогда Дмитрия Медведева, была создана комиссия по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. То есть, смотрите, с одной стороны, фальсификация истории, то есть, что это такое? Это искажение истории. А с другой стороны, не просто искажение. Не за чистоту науки борется эта комиссия, а в ущерб интересам России. То есть, это искажение интерпретируется как сознательный акт, целью которого является нанесение какого-то ущерба, ущемления российской государственности. Эта комиссия присуществовала до 2012 года, три года, и после этого была упразднена. Целью ее было отслеживать искажение истории, потому что, как было сказано, без этого российские молодые люди не понимают, в какой стране они живут и не чувствуют связи с предыдущим поколением. Так ли это или не так? Понимают ли они или не понимают? Конечно, единственное и единое представление истории облегчает любому человеку жизнь. Вообще, любое единое представление о чем угодно сильно облегчает человеку жизнь. Ему не надо принимать самостоятельных решений. Ему не нужно самому анализировать ситуацию и выбирать аргументы, важные для него или неважные, чтобы сделать вывод. Поэтому, конечно, понимание, в какой стране молодые люди живут, легче, если история едина. Они не чувствуют связи с предыдущим поколением. Так ли это? Чувствуют ли они связь? Чувствуют, конечно. Но только это предыдущее поколение тоже становится не таким монолитным и не так единоинтерпретируемым. В 2013 году Путин высказал идею единого учебника, тоже для их цели, единого учебника по истории. Что необходимо создать единый учебник, опять как в Советском Союзе, чтобы вся история трактовалась единообразно. И у всех людей, составляющих население России, было единственное представление о том, что является верным в российской истории. В 2014 году Министерство образования и науки отказалось от этой идеи единого учебника, потому что было огромное сопротивление историков и возмущение в основном гуманитариев, в первую очередь историков, единственным учебникам. Но отказалось не до конца, а заявило, что единого учебника не будет, но будет единый историко-культурный стандарт для разработки нескольких разных пособий. Что это значит? Это значит, что генеральная линия все равно будет прописана, но возможны различия, возможны разночтения в описании этой генеральной линии. То есть, грубо говоря, иллюстрации можете подбирать сами, а содержание этого текста мы вам зададим. Сейчас разрабатывается этот единый историко-культурный стандарт. Он отчасти уже разработан, он был раскритикован, переработан. Это сейчас происходит. В феврале 2014 года, в ответ на эту инициативу единого историко-культурного стандарта, российские историки, которым эта идея казалась дикой, неправильной и бредной, создали вольно-историческое общество. Они объединились в такую общественную организацию историков, которые участвовали в обсуждении этого историко-культурного стандарта, пытались с ним бороться, но также высказывались по поводу тех или иных интерпретаций историк, которые государством продвигались как единственные верные. В мае 2014 года президент Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в уголовный, внимание, в уголовный кодекс Российской Федерации по вопросу установления уголовной ответственности за посягательство на историческую память в отношении событий, имевших место в период Второй мировой войны. Из этого хотя бы видно, какую роль играет события Второй мировой войны для России и как важно, чтобы эти события не подвергались их интерпретации, не подвергались никакому сомнению. Это было вызвано, конечно же, теми самыми альтернативными историями, которые стали возникать в бывших республиках Советского Союза. Вся эта история про оккупацию стран, а не освобождение. События, которые происходили в республиках, где, как, например, в Эстонии, устраивались нацистские марши, потому что многие эстонцы участвовали в... Ну, просто были в войсках, и у них были свои дивизии СС, Мертвая голова и так далее. И для них эти люди, представители их народа, были героями. Естественно, это не ложилось в ту же канву интерпретации исторических событий, которая была принята раньше. И вот эти вот резкие... На Украине были поставлены после 90-х годов, по-моему, больше 40 памятников Степану Бандере, украинскому националисту, который также сотрудничал с Германией в борьбе с советскими войсками на Украине, несмотря на то, что потом все равно попал в концентрационный лагерь Заксенхаузен, и хоть и выпустили из него в 44-м году, но, в общем, жизнь его была непроста, и он был, безусловно, противником Советского Союза тогда в этих событиях. Больше 40 памятников появилось на Украине, и сейчас дискутируется вопрос о том, чтобы на одной из центральных улиц Киева поставить большой памятник Бандере. Ответом на это было внесение изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации. Что же такое интерпретация истории? Что действительно все граждане России так сильно интересуются историей, что изучают документы, анализируют это самостоятельно и делают осознанный, аргументированный выбор в пользу той или иной интерпретации? Конечно, такого не происходит, безусловно. Такого не может происходить ни с каким народом. Трудно представить себе какую бы то ни было страну, в которой все люди будут вдруг внимательно и профессионально заниматься изучением истории. Этого не происходит. Происходит восприятие некоторых сигналов, некоторых идей на образном и эмоциональном уровне. Влияет на это и историческая культурная традиция, как происходит в разных странах, появившихся после распада Советского Союза. И, безусловно, влияние СМИ, средств массовой информации, прессы, телевидения, кинематографа, литературы. Огромное количество фильмов о войне стало сниматься тоже в последние 5-10 лет. По любому спорному, с точки зрения интерпретации вопросу, немедленно выходил большой прекрасный фильм, в котором проводилась та или иная нужная государству линия. Разные представления об истории формируются на основе вот этих вот публикаций, фильмов, литературы, где-то схваченных, услышанных идей, без глубокого анализа. И появляется некоторая мифология и корпус легенд, которые одним людям близки эти мифы и легенды, а другим людям близки те мифы и легенды. И то, и другое может быть в некотором смысле далеко от реального исторического знания. Эти мифы, легенды и представления разных групп населения очень часто друг другу противоречат. И символами вот этих противоречий, символами того, что этих несогласий и различных исторических предпочтений становятся памятники. Памятники, которые устанавливают люди, символизирующие их взгляд на исторические события. И в России в последние годы происходит война памятников. А что такое война памятников? Это война символов. Символы наших идей, символы ваших идей. Чьи символы победят? Расскажу о некоторых памятниках. Известный исторический деятель, Феликс Эльбонович Дзержинский. Как любой человек, и исторические деятели в этом смысле никакое не исключение. Как любой человек, Феликс Дзержинский был неоднозначной фигурой. И на протяжении своей довольно яркой и бурной жизни он сделал очень много разного. Как хорошего, так и плохого. Этот человек, который идеолог, он был идеологом и организатором сначала Всероссийской чрезвычайной комиссии, которая потом стала ЧК, ГПО, ГПО, НКВД, КГБ и так далее. То есть он главный чекист Советского Союза. Помимо того, что он создал чрезвычайную комиссию, он занимался очень многими вещами. Он был председателем Всероссийского Совета Народного Хозяйства. То есть он занимался подъемом промышленности. Он создал комиссию металл-ЧК, которая такой предвестник, предшественник Министерства Металлургии. То есть он поднимал металлургическую промышленность. Он был сторонником развития мелкой частной торговли, одним из идеологов НЭПа. Он волновался, заботился и старался сделать так, чтобы у крестьян было право на землю. И он был оплодетом частной торговли. А также он был председателем комиссии по борьбе с беспризорностью России. В это время в России было больше пяти миллионов беспризорных детей. По инициативе Дзержинского создавались коммунные детские дома и так далее. Очень известная коммуна, которая носила его имя, коммуна Дзержинского. В ней руководителем ее был известный такой педагог Макаренко. Про него тоже существует некоторое количество советских фильмов. Один из них замечательный про республику Шкит. Фильм про этот дом. Детский дом, в котором с детьми очень много занимались. Несколько академиков, великих ученых были выходцами из этого дома. Этот же Феликс Эдмундович Дзержинский, друг детей, защитник сельского хозяйства крестьян и человек, способствовавший развитию промышленности в России, он же был жестким, решительным, он был главный чекист, он был начальник чекистов. Он подавлял восстания на Украине. Он принимал жесткие меры по подавлению различного рода восстаний, мятежей, забастовок, саботажей и так далее. Ему принадлежат несколько замечательных высказываний. Там, где пролетариат применил массовый террор, там мы не встречаем предательства. Что значит эта фраза? Не хотите предательства, применяйте террор. Единственный способ борьбы с предательством. Право расстрела для чека чрезвычайно важно. Даже если меч, что такое меч, вы знаете, да? Даже если меч ее при этом случайно падает на головы невиновных. Если вы еще не сидите, это замечательная фраза, если вы еще не сидите, то это не ваша заслуга, а наша недоработка. И вот тут Филипп Цержинский вместе с Иосифом Лиссарионовичем Сталином на фотографии. Значит, как интерпретировать, как трактовать эту фигуру? Ну, понятно, что нельзя однозначно интерпретировать фигуру человека, роль которого в истории России настолько противоречива. Безусловно, одной из самых страшных и репрессивных организаций в постреволюционной истории России, чрезвычайный комитет КГБ, ЧК, НКВД. И он его создатель и идеолог. С одной стороны, с другой стороны, беспризорные дети. Дети это святое, свобода крестьян, право на землю и так далее. Каждый выбирал себе сам, чем для него является фигура этого человека. И, конечно, после перестройки самая активная масса населения выбрала интерпретацию душителя, губителя, железный Феликс, главный чекист. Памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади ровно напротив здания КГБ в Москве был установлен в 58-м году. С 26-го года, когда он умер, и до 91-го года эта площадь носила его имя. Она была не Лубянка, она была площадь Дзержинского. Памятник был огромный. Известный советский скульптор Вучичич и архитектор Григорий Захаров были авторами этого памятника. И весил он, не считая постамента, 11 тонн. Вот так вот он выглядел. Как вы видите, довольно монументальное, мощное сооружение. Всю мою сознательную жизнь он там стоял. В 91-м году, в августе, после провала Путча, после провала ГКЧП, возбужденные люди, которые только что отстояли свободу, бросились на Лубянскую площадь. Они хотели захватить КГБ и бросились рушить, свергать памятник Феликсу Дзержинскому. Площадь эта, под ней, проходят довольно близко линии нескольких станций метро Китай-город и Лубянка. Депутат Станкевич, который тогда был, человек, который тогда был Сергей Станкевич, депутатом Государственной Думы, Мосгордумы, заволновался, что сейчас будут разрушены станции метро, если эти 11 тонн свалятся на землю, то будет, во-первых, много жертв, во-вторых, очень много разрушений. И он тогда вскочил на постамент и убедил собравшихся, что сейчас Мосгордума примет решение о снятии этого памятника, но не таким образом, что сейчас он упадет на головы всех и на линии метро, а как-нибудь более аккуратно. И действительно, моментально, практически меньше суток прошло, Мосгордума тогда приняла решение о снятии этого памятника, и памятник был снят. Приехали специальные машины, как вы видите, символически подвесили Феликса Дзержинского, сняли с постамента, погрузили на специальную платформу и вывезли его на парке культуры рядом с Домом художника, тогда это еще не был музей-музеон, но поставили его туда, и он там некоторое время просто лежал. Казалось бы, ну, вот разобрались с памятником, люди победили символ, люди сняли символ, но символы так просто не исчезают. Поэтому уже в 2002 году тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков предложил вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь. Это было рано. Народ еще очень возмущался. Из-за возмущения и возражения народу этого не произошло. В октябре 2013 года СМИ писали о том, что Мосгордума приняла решение о восстановлении памятника и возвращение его на Лубянскую площадь опять. И говорили о том, что реставрация памятника обойдется примерно в 50 миллионов рублей. И обсуждали уже не столько возвращать или не возвращать, сколько дорого и нужно ли. Мосгордума потом опровергла эту информацию. В июне 2015 года совсем недавно Коммунистическая партия Российской Федерации провела кампанию под лозунгом «Железная воля – сильная Россия». Тут видны «Железная воля» с одной стороны, а с другой стороны «Железный феликс». Видны эти коннотации. И собрала 150 тысяч подписей за проведение референдума о восстановлении памятника Дзержинска. Подписи собрали, но все-таки сопротивление граждан России этой идеи было достаточно велико и референдум они проводить не стали. В июле 2015 года в ЦИОМ провел соцопрос спрашивая народ как люди относятся к восстановлению памятника Дзержинскому на Лубянской площади. За восстановление высказались 37% граждан России. При этом это был каждый второй россиянин в возрасте после 60 лет. Это были 42% москвичей в возрасте от 45 до 60. Каждый третий, то есть 32% в возрастной группе от 35 до 44 лет. Среди молодых москвичей от 25 до 34 таких было 23%. Кто были эти люди? Вот что это такое на этот период от 25 до 34 лет? Это люди, которые родились в 1976-1990 году, то есть вообще говоря, в Советском Союзе практически не жили совсем. Потому что либо они родились после его распада, либо они были такими маленькими, что не помнят, как это было. Для них история началась позже, а все остальное уже чистые символы. И 29% совсем молодых респондентов. Ну, тут есть еще и образовательные показания, признаки тех, кто голосовал. И понятно, что больше всего было людей менее образованных и меньше всего людей было более образованных, как, впрочем, часто бывает. Значит, в марте 2016 года замоскворецкая прокуратура города Москвы начала проверку законности сноса памятника в 1991 году. И насколько законным было его перемещение с Лубянской площади в парк-музион на Крымской набережной. Сейчас они по-прежнему исследуют законность этого события. Тем временем в Москве в 2017 году планируется, сейчас вообще идут огромные работы в Москве по реконструкции и перестройке Москвы, в частности планируется перестройка Лубянской площади. И тут мнения людей разделились. Одни говорят, это проект, одни говорят, о, они так перестроят Лубянскую площадь, что там некуда будет поставить памятник Дзержинскому. Другие говорят, ну как некуда, а вот это что такое, посмотрите, говорят они, разве же это не место для памятника Дзержинскому, которое заранее заложено в проект? в 17-м году, скоро увидят. Это про памятник Дзержинскому, это про то, что происходило внутри России. Чечня тоже внутри России, но это немножечко другое внутри, как вы все хорошо понимаете. Чечня это все-таки совершенно отдельное образование внутри России с иной культурой и иными установками. В сентябре 13-го года был открыт мемориал Дадиют, это памятник чеченским женщинам и был введен День Чеченской Женщины. Каким же чеченским женщинам был открыт памятник мемориал Дадиют? На самом деле он был маленький и существовал с 90-го года, но его сильно реконструировали и сделали таким огромным, очень помпезным и с далековидным роскошным памятником. На его открытии присутствовали очень много важных персон. Так вот, мемориальный комплекс Дадиют построен на месте, где находилось одноименное село Дадиют, уничтоженное во время кавказских российских войн, войн по усмирению Кавказа, уничтоженное по приказу генерала Ермолова в сентябре восемьсот девятнадцатого года. Там была сложная история, как вообще в Кавказские войны, многие истории были очень сложными, чеченцы промышляли разбоем, они угнали табун лошадей, это послужило последней каплей, после чего генерал Ермолов приказал это село стереть с лица земли, были ожесточенные бои, чеченцы сопротивлялись, наконец, российские русские войска это село победили. Более четырехсот человек сдалось в плен и осталось жить, сорок шесть девушек, которых захватили в плен, при переправе через реку Теек, гласит легенда, схватили конвоиров и вместе с ними бросились в реку и утонули, не захотев, чтобы к ним прикасались руки тех, кто повинен в смерти их братьев, матерей, отцов, сестер и так далее, и в сожжении родного села. Это понятно, что не событие, а исторический факт, интерпретация. Довольно сложно в принципе себе представить, как девушка может схватить вооруженного крепкого мужчину и вместе с ним бросятся в реку так, чтобы все 46 утопили 46 конвоинов. Но, тем не менее, легенда гласит, что так произошло. Повинник находится при въезде в село Хангаш-Юрт и представляет собой композицию в виде такой горной гряды, над которой возвышается огромная чеченская боевая башня. День объявлен днем чеченской женщины. Россияне памятник чеченским женщинам, которые прославились чем? Убийством русских солдат. Генерал Гермон, усмиритель Кавказа. Два депутата Единой России после открытия этого памятника подрались в Госдуме. Они оба были депутаты Единой России. Но национальные и культурные традиции сильнее партийных. Поэтому один из них Адам Делимханов выходец из Чечни, а другой Алексей Журавлев поспорили об этом памятнике и дело закончилось элементарной дракой. Общественная организация офицеры России в ответ на открытие Рамзаном Кадыровым этого мемориала потребовала установить памятник главнокомандующему Кавказской войны генералу Алексею Ермолову в Москве. Член президиума этой общественной организации офицеров России Павел Пятницкий говорил, инициатива связана с тем, что Кадыров открыл памятник женщинам, которые убивали русских солдат. Вообще говоря, в России довольно много памятников генералу Ермолову. Не так много, как на Украине памятников Степану Бандыре, но сколько это все-таки есть. При этом есть они в городах, если вы посмотрите, которые довольно близки к месту этих событий Кавказской войны, в Минеральных водах, в Ставрополе, в Пятигорске. Памятник, когда Ермолову был установлен памятник в Пятигорске, то диаспоры, то есть представители кавказских народностей назвали его оскорблением всем горским народам, установление памятника Ермолову на том месте, где он покорял, усмирял Кавказ. В Минеральных водах статуи обливали краской, а в Москве одна из улиц названа в честь генерала Ермолова и прекрасным образом просуществовала так все советское время и продолжает существовать до сих пор. Вот так выглядит памятник генералу Ермолову в Минеральных водах. Довольно такой милитаристский, сильный, тоже сильное такое монументальное высказывание художества. Памятник атаману Петру Краснову. Кто такой атаман Петр Краснов? Еще один важный исторический персонаж. Центральный элемент мемориала Донские казаки в борьбе с большевиками этот мемориал построен в частных владениях. Его построил конкретный человек у себя в станице Еландской. Сейчас секунду. В станице Еландской. Петр Краснов. Кто он такой? Донской атаман, генерал русской императорской армии, атаман Всевеликого войска Донского. В день нападения Германии на СССР Краснов обратился к народу с призывом. Он сказал «Я прошу передать всем казакам, что эта война не против России, но против коммунистов, жидов и приспешников, торгующих русской кровью. Да поможет Господь немецкому оружию и Хитлеру». А что вы так удивляетесь? Он был противником революции и советской власти с самого начала. Он был казацким атаманом. Он был против большевиков. Был ли он антисемит? Безусловно. Казаки этим грешили все время своего существования. Это была его основная выстраданная историческая позиция. Он считал, что немцы помогут казакам избавиться от большевиков и построить собственное государство. С сентября 1943 года он стал начальником главного управления казачьих войск Имперского Министерства Восточных Оккупированных территорий Третьего Рейха. Во время Второй мировой войны участвовал в формировании казачьего стана. Это военная организация, которая объединяла казаков в составе вермахта ИСС. А после окончания войны он сдался британским войскам, которые выдали его Советскому Союзу вместе с другими представителями коллаборационистов. И он был осужден и приговорил к повешению. Его повесили. Казаки поставили ему памятник. Он был их главный идеолог, их главный атаман. Мемориал с памятником в станице Иландской был открыт одним конкретным человеком Владимиром Мереховым в августе 2007 года. На сайте написано цель создания данного мемориала осознание прошедшей эпохи, выявление в ней истинных героев и мнимых. Вот это опять противоречие идеологии, противоречие интерпретации. Истинные и мнимые герои. Что такое истинные и что такое мнимые герои? Это безусловно только в результате интерпретации может появиться в принципе такое выражение истинный герой и мнимый герой. Мнимый по мнению кого, истинный по мнению кого. Летом 16-го года по решению суда с памятника атаману Краснову была удалена табличка, на которой было написано, что это атаман Краснов. Памятник теперь называется памятник Донскому атаману. Понятно, что это такой компромисс. Памятник Донскому атаману фигура собирательная, конечно, но памятник то кому? В общем, понятно. Сталин Иосиф Иссоренович известная фигура. В Северной Сити 24 памятника сейчас стоят ему до сих пор. В Бесслане в 2005 году установлен его бюст. В 2006 году во Владимире, в 2011 году в Воронежской области. За последние 6 лет памятники Сталину появились в Псковской области, в Якутске, в Сургуте, в Мариэл. При этом Мариэл огромный памятник, больше 5 метров высотой. В декабре в 2015 году в городе Пензе открыт целый музей Сталин-центр. Что это значит? Это значит, что многие люди воспринимают эту фигуру как то, чего им не хватает в сегодняшней жизни. Как символ порядка, как символ твердой жесткой руки, как символ того, что при Сталине беспорядков не было. Люди хорошо жили. Иван Грозный еще один персонаж. Мне кажется, время съедаю больше, чем плагается. Простите, сейчас кончу. Иван Грозный еще один персонаж. Тоже неоднозначный. Не буду про него долго рассказывать сейчас уже. Про него также можно было рассказывать, как любая яркая историческая фигура. Первый период его правления, реформа судебной системы, реформа земств, много разных реформ, издание первого свода законов в России. и вторая половина его правления создание опричнины, уничтожение огромного количества населения. При нем Россия, размеры Российской империи выросли в два раза. Он завоевал, присоединил Крымское Астраханское хранство, покорил Западную Сибирь. Короче, в Атле решили поставить памятник в октябре 16-го года, памятник Ивану Грозному. Собирались летом его поставить к 450-летию города, но отложили из-за того, что очень протестовали граждане. В Горне прошла серия акций протеста, с лозунгами выходили люди кровавым политикам не ставят памятников, памятник тирану нам не нужен, разыгрывали даже очень сильную карту в последнее время в России, это очень важный аргумент. Памятник Грозному оскорбляет чувства верующих. Убийцы митрополита в Сия Руси Филиппа 2-го тут не место. По данным опроса Левада Центра, чуть больше половины россиян, 53%, положительно отнеслись к установке памятнику Ивана Грозному. Почему? Собиратель земель русских, Россия увеличилась вдвое, реформы, порядок, опричнена, опять же, был порядок, сильная рука. Все эти опросы показывают, что в России очень набирает силу тоска по сильной руке. Неодобряют установку памятника. Только 19% опрошенных. А еще 27% загруднились с ответом. Эти 19% некоторые активные люди подали иск в суд с требованием снести памятник, установленный в Орле. Суд в этом иске отказал. Знают ли люди, которые за памятник, кто такой Иван Грозный и что он делал? Да наверняка 90% из них не знают, что он, собственно, чем он знаменит, что он делал в своей жизни. Это для них, еще раз повторяю, символ. Это то, что происходит в России, это семиотическая борьба, борьба символов, борьба верований в ту или иную интерпретацию истории. В ответ на установку памятника Грозному в Орле в Красноярске художник Лавислав Бутяев установил памятник Ивану Грозному в виде кола с красным острием, кол, на который сажали те, кого этот кол, сказал он, как бы намекает каждому, что времена, когда убивали просто так и ради удовольствия, не так далеки. По словам художника, соглашаясь с установкой таких памятников, люди молчаливо одобряют репрессии, пытки и казни. А в экзистенциальном плане, сказал художник, памятник символизирует внутренний стержень, который должен быть у каждого русского человека. Иначе ни о какой духовности не может быть и речи. Его изящный профиль, устремленный вверх, показывает стремление нашего народа славным подвигом и титаническим свершением. Кровь на нем говорит о том, что на этом пути мы за ценой не постоим. Ну, понятно, что это очень сильная ирония, тем не менее, довольно ясно выражена важная мысль. Про это я даже и говорить не буду. Это не памятник в чистом смысле этого слова, но, безусловно, памятник. Разговоры о том, вынести и похоронить, оставить и поклоняться, вынести и похоронить, нет, оставить, идут бесконечно и до сих пор ничем не кончились и неизвестно, чем кончились. Так и чего же так? И что, собственно, с этим делать и что будет дальше? Историческое сознание народа это очень важная определяющая практически аспект идеологического противостояния различных политических сил. И необходимо выработать, про это говорил и Путин, и многие люди в руководстве, некоторую национальную идею, национальную идентичность. Народ должен воспринимать себя как единое целое. Что-то должно лежать в основе этого восприятия. Только что должно лежать в основе этого восприятия. Известная фраза Путина «Российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп». Вот эти скрепы, про которые сначала все подумали, что это слово, которое он выдумал сам, но потом оказалось, что оно существовало и раньше, только никто им не пользовался. Министр культуры Мединский, одиозный персонаж советской, современного российского политического ландшафта, говорил, во главу оценки того или иного исторического события, либо деятеля исторического, надо ставить соответствие его деятельности национальным интересам России в этот период. То есть рассматривать всех с точки зрения национальных интересов России. если историки считают оценку с точки зрения интересов нашей страны неправильной, у меня вопрос, а с точки зрения интересов какой другой страны мы должны оценивать события, происходящие в России? Идея о том, что события можно оценивать не с точки зрения интересов, в принципе, некоторым людям не приходит в голову. Хотя, безусловно, интересы играют важную роль в интерпретации тоже, в интерпретации событий. Первый вопрос, говорил Мединский, на который должна честно ответить историческая наука, это насколько то или иное событие или частное деяние отвечает интересам страны и народа. Взвешивание на весах национальных интересов России создает абсолютный стандарт истинности и достоверности исторического труда. То есть что является критерием истинности исторической науки и ее соответствия интересам страны? Ну, главная государственная газета России, российская газета писала, что изучение истории формирует у молодого поколения историческое сознание, чувство патриотизма, сопричастности к истории, социально-культурной идентичности. И поруки исторического знания нынешней молодежи нередко приводят к агрессии, недоверию к авторитетам, включая государственную власть и демонстративной оппозиционности, а в крайних случаях и к вовлечению молодых людей в экстремистские течения. Экстремизм это еще одна сильная карта, которая сейчас используется как аргумент, последний аргумент в спорах, так же, как оскорбление чувства верующих. У нас бывает оскорбление чувства верующих и экстремизм. Фальсификация истории ведет к искажению исторического знания и разрушению идентичности народов России. Данная проблема может рассматриваться как угроза безопасности государства. Тем временем фонд общественного мнения проводил опрос о том, какие важнейшие события истории России вы знаете в 14 галере. Россияне помнят немного, как я думаю народы любых стран из истории своей страны помнят немного. Почти все помнят, в каком году закончилась Великая Отечественная война. Почти все хочу сказать, даже тут не 100%. Большинство когда произошла Октябрьская революция, распад СССР и полет Гагарина. Проценты тут видны. А также Бородинская битва, потому что про 1812 год много понятно. Кино. Эти события чаще всего упоминаются в числе тех, которые, по мнению граждан, особенно важно помнить. Разумеется, если ты что-то помнишь, то ты считаешь, что особенно важно помнить именно это. Иначе почему же ты это помнишь, а другое нет. Наряду с еще одной векой, крещением Руси, про которую лишь 16% на самом деле могли ответить, когда оно произошло. в 1988 в 1988 году. Все прочие дататичные истории известны не более чем четверти россиян. Максимум четверти. Опрос слива до центра об интересах к историческим эпохам. В 17-м году был проведен не так давно, полтора месяца назад. Опрос показал, что интерес народа к истории резко падает. Весь этот шум, вся эта борьба, все это государственное давление на историков, на представление истории и на том, как надо историей заниматься, дало обратный эффект. Люди устали от этого. Больше всего упал интерес к Великой Отечественной войне. Если в июле 2008 года войной интересовались истории войны, интересовалось 55% населения, то сейчас в марте лишь 38% населения. Интерес россиян к Петровской эпохе упал с 42% до 31%. В Древней Руси с 34 до 28 и в серебряном веке с 23 до 18 15% респондентов заявили, что отечественная история вообще безразлична. Количество таких людей выросло вдвое, чуть больше, чем вдвое с 2008 года. Данные социологов свидетельствуют о некоторой усталости россиян от агрессивного патриотического дискурса последних лет, важной частью которого является апелляция к нашей славной истории. Каждое действие рождает противодействие. Если тебя все время кормят манной кашей, ты начинаешь ненавидеть манную кашу. Патриотизм стал настолько официозным и неискренним, что начал вызывать отторжение. К тому же накладывается он на не самый благоприятный фон, ухудшающийся социальное самочувствие людей и снижение уровня жизни. Это не может не раздражать по принципу, чего вы к нам со своим прошлым лезете, вы на наше настоящее посмотрите. И вот я хочу, чтобы вы тем временем война памятников. Казалось бы, такие силы сталкиваются, столько эмоций и столько гнева скрытого в этой войне. Я не знаю, я не местный вообще. Мы не знаем здесь. Не знаю, извините. Репрессированным. Ой, наверное, каким-нибудь афганцем, ветераном, не знаем. Каким-то, по-моему, репрессием, что ли. Мемориал какой-то, скорее всего. Я не знаю, честно говоря. Ну, наверное, узникам, да? Это жертвы Чернобыля, если не ошибаюсь. Это ой, не помню. Жертвы политических репрессий. Это памятник жертвам политических репрессий. Это сталинских времен памятник, ну, братья времена. Именно он сделан в виде шпал сожженных, то есть сожженные судьбы, сожженные семьи, то есть все этот тлен, то есть сделали, что с людьми, которые прошли это. все. Все, Я думаю, лучше прерыв пропускать, если у вас вопросы есть. Пожалуйста. Здравствуйте, мне зовут Тарас. Простой вопрос. Что делать? Вопрос простой, ответа, как известно, нет. А что делать с чем? Как изучать историю? Чему верить? Чему верить, это хороший вопрос. А вы хотите, чтобы вам кто про это сказал? Кто вы считаете вправе говорить вам, чему верить? Изучать историю по документам. Изучать историю по... Понятно, что любой человек, не занимающийся историей профессионально, да даже и профессиональный историк, не знает досконально любой исторический период в любой момент. Тем не менее, ну выбирайте себе историка, в котором вы доверяете. Но слушайте их интерпретации. Слушайте их рассказы об этом. Как выбирать, кому верить. Вот так, а больше никак. Что происходило на самом деле? Всегда интерпретация. Был такой Артур Дрекслер, идеолог НСД, национал... Ну в общем, господи, боже мой, у меня сейчас уже... Социал-демократической партии Германии. Он был предшественник Гитлера на посту главы этой партии. Который сказал замечательную фразу. Историю пишут победители. Поэтому проигравшие в ней не упоминаются. История всегда такая история, что что-то из нее бесконечно выпадает. И про что-то, и документов не сохраняется, и мы не узнаем. Тем не менее, как интерпретировать и анализировать те данные, которые есть, это выбор каждого. Выбор тех авторитетов, которые они себе выбирают в качестве авторитета. Я и так никому не верю, я просто... Может, я скажу кому, а нет, не скажу. Есть какое-нибудь доказательство, что вся эта пена про памятники и все эти попытки контролировать историческую память каким-нибудь образом действительно влияют на мнение обычных людей? Конечно, влияет. Нет, конечно, влияет. А как же нет? Обычные люди откуда узнают, откуда берут информацию о том, что это было за событие, что это был за персонаж. Кино в основном, телевизор и кино. Что расскажут в телевизоре и что покажут в кино, то и есть их представление о том, как это было на самом деле. Конечно. В современной России учебники истории школьные или вузовские, вот сейчас именно, они уже съезжают в сторону заказа государственной или совсем съехали, или все-таки сохраняется возможность у историков более-менее ликтивную информацию давать молодому поколению? Значит, сейчас учебники еще разные. Какие учебники используются в том или ином учебном заведении в значительной мере зависят от преподавателей и от руководства этого учебного заведения. Никакой статистики в каком проценте образовательных учреждений, какие учебники используются больше, нет. Сохраняется ли возможность преподавать так, как хочешь? Да, безусловно, у многих сохраняется. Другой вопрос. Уровень компетентности самих преподавателей. Как известно, хороших учителей мало, и хороших учителей всегда мало. Поэтому хорошие учителя стараются представить разные точки зрения, показать возможные версии интерпретации события, заставить студентов, школьников, учеников думать об этом. Плохие учителя берут учебник, и хорошо, если заучивают наизусть, а то могут и просто вслух почитать на уроке. Поэтому пока возможность такая есть. Ну, Карамзин же говорил, что суровость российских законов компенсируется необязательностью их выполнения. Поэтому, ну, да и закона пока нет. Единого учебника нет, стандарт не принят. Прокомментируйте, пожалуйста, как в современном российском обществе трактуется понятие русский народ и российский народ. И есть ли разница между ними, как меняется соотношение между ними. И как вы думаете, что... Значит, как меняется соотношение в цифрах, не скажу. Слово «русский» часто употребляется в двух смыслах. Националистически ориентированными людьми. Оно, безусловно, употребляется в узком смысле «русский по крови». И это для них значимое понятие. Но более широко, когда говорят «русские люди», это просто синоним «российские люди». И часто употребляются русские... Там, когда... Вот в стандартной фразе. Когда русские выезжают за границу, они. Значит ли это, что русские – это те, кто русские по крови? Нет, конечно. Это когда россияне, то они. И в этом смысле это синонимы россиянам. Разыгрывается ли слово «русский» как националистическая идея? Ну, конечно, разыгрывается. Ну, значит, раз разница все меньше и меньше, уже Россия воспринимается как не монолитная страна, а как более... Россия как монолитная страна воспринимается. Что вы называете монолитной страной? Забывают ли люди о том, что там очень много разных народностей? Нет, не забывают. Это довольно трудно забыть, потому что... Потому что вы это все время видите. Существуют ли националистические движения в России, которые считают, что России для русских надо каким-то образом более или менее радикально отстаивать интересы именно этого этноса, именно этой нации? Ну, существуют, да, конечно. Спасибо. Да. Спасибо вам большое за интересную лекцию и за то, что вы преподаете нам в этом сместве. Возможно, я просто эти детали пропустил, но мне кажется, что этот тренд, эта война памятников оказывает особое влияние на русский говорящий, а не, например, на американского народа. Правда ли это? И если правда, как вы считаете, почему? Оказывает ли на американский народ война памятников, происходящая на территории бывшего Советского Союза? Я думаю, что нет, но нет. Я имею в виду, что этот тренд есть в России и в русскоговорящем мире, а не в других странах. Не только в русскоговорящем мире, нет, конечно. Я еще не сказала вам, существует огромное количество историй про памятники, которые устанавливаются в бывших советских республиках. Я только упомянула про памятник Степану Бандере на Украине, в Украине. И про памятник, страшное дело, этот предлог. И про, например, памятник Мертвая голова в Эстонии, про сносы памятников советскому солдату в разных бывших республиках, про запреты, но это происходит все время. Про мемориал Победы, который в Грузии, после войны с Грузией, был взорван в Грузии. И это происходит на территории, объединенной некоторым бывшим едином историческим каноном. Вот этот канон распался, и вот эти трещины, которые прошли, эти разночтения, которые появились, они провоцируют эту войну памятников, войну интерпретации истории. Но Америка тут, простите, в стране. Спасибо. Спасибо всем. А, простите, да. Ну еще такой вопрос. Вы упомянули фильмы несколько раз, кинофильмы, и то, что много фильмов, особенно в советском периоде. В последнее время я заметил очень много фильмов, особенно о царской России. Последние годы царской России. Такой фильм «Адмирал». Ну некоторые есть. Да-да-да, монархические идеи очень долго. То есть это интересно, потому что фильмы все-таки больше влияют, я думаю, на молодежь, особенно, чем памятники. Ну это мое личное мнение. То есть существуют такие и прокоммунистические, и царские, и империалистические фильмы. Почему же государство разрешает такие довольно... А как вы думаете, что их объединяет? Про коммунистические, про царские, имперские? Я понимаю, что... Идея единой сильной власти, которая всегда была близка российскому духу, говорят эти фильмы. И при сильной единой власти государство было сильным, и люди жили хорошо. И фильмы про монархическое прошлое, и фильмы про светлое коммунистическое прошлое. У них у всех эта идея общая. А с другой стороны, вот есть такой... Есть такой человек. Он специалист по кинематографу, культуролог, искусствовед и главный редактор журнала искусства кино Дениил Дандури, который в каждом своем интервью жаловался, что не дают снимать фильмы ни о чем, что выходит за пределы вот этой вот неформально определенной идеологии. Ни о серьезные фильмы там о советском времени, сталинском, ни серьезные фильмы о Великой Отечественной войне, где другая трактовка. Он жаловался на то, что не дают снимать, не дают прокат... Ну, денег не дают, прокаты не дают, снимать невозможно. Поэтому в некотором смысле это тоже и есть часть вот этой линии на установку единой идеологии, отвечающей национальным интересам России. Царь-батюшка. Ну, царь-батюшка в том числе. Спасибо. Можно? Да. Вот в самом конце был поднят вопрос о том, почему снизился интерес к истории в последнее время. И ответа, по-моему, прозвучало о том, что люди устали от этих дискуссий, уже все это обсуждается так давно. Согласны ли вы с этим мнением или вы считаете, что все-таки проблемы с образованием с этим тоже связаны? Потому что по тем же опросам меньше людей знают фактов. Наверное, если бы эти опросы были проведены в советское время, по крайней мере, даты мы тогда учили очень хорошо в школе. То есть хотя бы даты люди бы знали больше. Может быть, падение общего уровня образования тоже с этим как-то связано? Я не думаю, я не знаю, но не думаю, что знание дат так уж сильно влияет на интерес к истории. В советское время действительно даты знали лучше, потому что образование было жестче в том смысле, что нас дрессировали на некоторые вещи довольно сильно. Даты мы знали. Но скажите, пожалуйста, помните ли вы валентности водорода? Я помню. Значит ли это, что интерес к химии во мне чрезвычайно силен? Нет. Так что не думаю, что это связано напрямую с системой преподавания истории в школах. Не думаю. Можно еще один? Благодарю вас за чрезвычайно интересную лекцию. Извиняюсь, я сразу об этом не сказала. Неймолево интересно. И у меня еще один вопрос. Левада-центр и другие центры социологических вопросов, они все все-таки государственные? Они выполняют государственный заказ? Потому что мы же понимаем, что, наверное, они должны работать в каких-то рамках. Они немножко разные. Все должны работать в каких-то рамках. Все в каких-то рамках и работают. Они немножко разные. Левада вообще сейчас получил статус иностранного агента, что, в общем, с точки зрения некоторых людей такое признание заслуг. Что тоже не факт, вообще говоря. Не знаю, насколько они выполняют государственный заказ. Подделывают ли они цифры? Думаю, что нет. Являются ли социологические опросы отражением реального положения дел? Тоже не совсем конечно. И про это велось и ведется среди социологов довольно много дискуссий. Потому что те люди, которые соглашаются принять участие в социологическом опросе, уже представляют собой нерепрезентативную выборку. Уже какой-то пласт населения с другим мировоззрением, с другим взглядом на это отпадает, они не соглашаются в них участвовать. Поэтому эти цифры отражают настроение лишь в той группе населения, которая готова отвечать на вопросы. Это не все население. Поэтому да, соцопросы конечно не стопроцентный показатель. Другой линейки нет. У меня еще вопрос такой. А формирование национальной идеи, то есть как бы предполагает предпочтение той или другой правды, так сказать. Это неизбежно, потому что иначе как бы формировалась национальная идея. Конечно. И поэтому вопрос здесь, Россия в этом плане уникальна? Или предположим Соединенные Штаты чем-то отличается в этом формировании национальной идеи? Или формула примерно одинаковая? Формулы разные, потому что разная история. Ну это понятно. А вектор... Да, конечно. Думаю, что просто в некоторым странам с этим легче. Вот на национальной идее Make America Great Again только что был выбран президент Дональд Трамп. Да, я правильно. Да, конечно. Это тоже некоторая национальная объединяющая идея, которую выбрали большинство голосовавших на выборах. Я не знаю, что это выбор. То есть у каждого есть моя права. Внутри Америки внутренние противоречия между гражданами страны может быть не так остры или проходят по другим линиям. В России все-таки очень специфическая история 20 века. очень болезненная, очень кровавая, очень серьезно сказавшаяся на всех гражданах России. Поэтому тут немножко это более эмоционально воспринимается. Американская революция гражданская тоже достаточно кровавая, болезненная. Да, безусловно. Безусловно. Хотя я не думаю, что современные американцы так чувствуют, что это личное дело их семьи американская революция. Или чувствуют. Может быть, я просто не знаю. Недавние события с конфидерацией. Вы помните этот флаг Южной Акаролины или где будет? В Чингаре Страсте то же самое. Нет, конечно, это во времена каких-то противоречий, безусловно, это все тут же оживает. С обостряем. Да, конечно. В тенденции там и здесь существуют, потому что всегда будет две стороны, два подхода и больше. Конечно. Два и больше. Да. Но когда вы письма Грима Выбора, вы видите, расколов. Да, конечно. В Советском Союзе был такой замечательный, еще один, про Высоцкого я уже сказала, еще один бард, он же был сценаристом, прекрасный, Александр Галич, у которого была, одна из песен была про памятники. Как раз, когда в городе гаснут праздники, когда грешники спят и праведники, государственные и запасники покидают тихонько памятники. И в ней были строки, им бы гипсовым человечины, они вновь обретут величие. Вот это то, что как только начинают приноситься жертвы, они становятся важными и определяющими жизнь. Спасибо. А другого? Да. Но все-таки я за памятник. Пожалуйста, еще раз. Жертвам ребраицы. Жертвам ребраицы. Каких ребраицы. Спасибо.